Лучшие в стране Всемирной безэкипировочной федерации пауэрлифтинга Кирилл Сарчев Кирилл, привет огромный Спасибо тебе большое Я хочу сказать, что вы, конечно, сейчас должны нас именно не слушать, а смотреть Настоятельно рекомендую, особенно девушке Ну и мужчин, разумеется, тоже Потому что, Кирилл, ну невероятной красоты, высоты мужчин В общем, да Встреча наша сегодня в основном по какому поводу Дело в том, что у нас грядет очень большое спортивное мероприятие В стране и в Москве прежде всего Пятый международный фестиваль спорта и здорового образа жизни SNPRO EXPO FORUM 2017 Это просто калейдоскоп многочисленных абсолютно спортивных мероприятий Этой выставки всевозможные, включая и спортивное питание Да, и спортивное оборудование И спортивные соревнования, и многое еще что Подробнее об этом фестивале мы обязательно поговорим С создателем и директором оргкомитета SNPRO Екатериной Скачек Катя уже через какое-то время появится в нашей студии Кирилл, ну а расскажи, пожалуйста Федерация Всемирной Безэкипировочной Федерации Пауэрлифтинга За что отвечает на этом фестивале? Мы отвечаем, в свою очередь, за силовую составляющую То есть За зрелище, можно сказать Мы являемся одним из хедлайнеров Которые привлекают В том числе на выставку зрителей То есть у нас будет проходить Финал Pro-дивизиона То есть это сильнейшие атлеты Планеты соберутся, 32 страны Ух ты! В данный момент, да То есть это прям полноценный, полноценный чемпионат мира Где ребята поборются за призовой фонд в 30 тысяч долларов Покажут свою молодецкую удаль И я надеюсь, будут обновлены абсолютные рекорды мира Которые с года в год переписываются на наших турнирах Это отлично Сам фестиваль S&PRO 2017 Он пройдет на ВДНХ 75-й павильон 28-29 октября А конкретно соревнования Это чемпионат Его где можно наблюдать? Там же? Да, чемпионат будет идти на протяжении всей выставки То есть это с 10 утра Где-то до 6-8 вечера 75-й павильон Это там достаточно большое количество площадок, да? Насколько я так понимаю Это огромный павильон В этот раз, если не ошибаюсь 15 тысяч квадратных метров Мы занимаем Достаточно Достаточно большую часть Вот, поэтому нас будет трудно не заметить Будут трибуны, будет красивая сцена С огромными круглыми экранами На которых будут транслироваться Прошлые чемпионаты, прошлые рекорды То есть, ну, будет достаточно красиво Мы всегда делаем ставку именно на зрелищность спорта Потому что до этого была такая тенденция Что наш спорт немножко именно был обделен Был олимпийский вид спорта, как тяжелый атлетик А наш спорт был представлен только на паралимпиаде И моя задача была Как президент Всемирной Федерации Именно сделать его зрелищным Что, в принципе, получилось За тот год на чемпионате мира Охват был в соцсетях Больше 30 миллионов Ну, это очень круто Вы невероятные молодцы Кирилл, я хочу всем обязательно еще рассказать О том, что ты же являешься Многократным чемпионом-рекордсменом России Мира и Европы В жиме лежа без экипировки Супертяжелой весовой категории Чемпион и рекордсмен России Мира и Европы Среди юниоров в пауэрлифтинге Обладатель медали гиганта Битвы чемпионов Все верно, я перечисляю, да? И еще обладатель Олл-тайм-рекорда В режиме лежа без экипировки 335 килограммов Давай так предположим Что некоторые среди наших зрителей и слушателей Не совсем понимают Что такое пауэрлифтинг без экипировки Ты можешь по простым И человеческим языком объяснить нам? Да, конечно Звучит это, конечно, так Есть две дисциплины Безэкипировочная и экипировочная Экипировка была придумана Относительно недавно В нашем спорте Я думаю, порядка 20 лет Изначально она была придумана Чтобы предохранять спортсменов от травм Она была такая Мягенькая, эластичная И более носила А это бинты, да? Что это? Как это выглядит на спортсменах? На спортсменах это Жимовые майки Специальные комбинезоны И кистевые бинты Коленные бинты Сначала вот эти жимовые майки И комбинезоны Были придуманы Именно для поддержки связок Но потом это все переросло В такую жесткую экипировку Что спортсмен Который приседает, например, там 200 Мог одев комбинезон Приседить 350 Ну да, это большая разница И так же и в жимовой майке Получилось сложно оценивать Реальную силу атлетов И поэтому буквально где-то С 2009 года пошла тенденция Что стал популярен именно Безэкипировочный пауэрлистинг Как чистая сила То, что атлет выходит На нем кроме Простой Майки Скажем, тельняшки И трусов И трусов, да Ничего нету Только он и штанга Но это же получается Более травмоопасный Тогда вид становится спорта Нет Нет? Нет Если к всему подходить с головой То все в порядке Соблюдать все эти правила Технику очень правильно Это более понятно для зрителя Потому что когда ребята выходили В экипировке Это сложно Но для зрителя непонятно Когда ребята выходят Вот так вот Как зомби Спереди Руками Потому что они Настолько на жестко сидят Что они не могут Не развести Не пошевелиться На прямых ногах Потому что колени Перемотаны Бинтами Было немножко И зрителю непонятно Который обыватель простой Но скажи пожалуйста Правильно я понимаю Что с экипировкой Это гораздо больше спортсменов Чем те Которые без экипировки Сейчас участвуют В соревнованиях Или нет? Уже нет Уравнили? Да я думаю победили Сколько лет Всемирной безэкипировочной Федерации Пару лифтинга? Это наверное Одна из самых Молодых федераций Но на данный момент И одна из самых сильных Ну сколько примерно? С 2014 года Это третий год Как мы работаем Это у нас Третий чемпионат мира Если будем сравнивать С первым чемпионатом мира Это первый чемпионат мира Попробовит 400 участников 17 стран мира Сейчас 2000 участников И 32 страны Друзья И у нас в гостях Как раз президент И основатель Этой самой Всемирной безэкипировочной Федерации Пару лифтинга Кирилл Сарчев Мы продолжим общаться с гостем Оставайтесь с нами Прервемся ненадолго Лучшее в стране Друзья Программа Лучшее в стране Продолжается в эфире Телерадиоканал Страна ФМ У нас сегодня в гостях Вы уже знаете Президент и основатель Всемирной безэкипировочной Федерации Пару лифтинга Кирилл Сарчев И вот наконец У нас появилась в студии Также и Екатерина Скачек Создатель и директор Оргкомитета ИСНПРО Самого первого фестиваля А грядет уже Пятый 28-29 октября В ДНХ 75-й павильон Катюш Пока ожидали тебя Немножечко совсем поговорили Вот о том Что там огромное количество Мероприятий Кирилл рассказал Конкретно про свою часть Про часть своей федерации Ну а тебя мы конечно Будем ждать Общей информации Такой безграничной Давай наверное Сразу начнем Вот с какой информации Для кого прежде всего Этот фестиваль То есть для тех людей Которые профессионально занимаются Которые уже чемпионы Там мира Или хотя бы России Или это для всех И каждого абсолютно Ну не совсем для всех И каждого Но я бы тоже не привязывала Только к профессионалам Поближе к себе Микрофончик пожалуйста Подвинь Профессионалы уже с нами Много-много лет У нас уже пятый фестиваль Да Конечно же мы Цель фестиваля В принципе Это популяризация спорта И здорового образа жизни Соответственно мы хотим На более широкую аудиторию Анонсировать о том Какие спортивные дисциплины есть О том Как правильно вести здоровый образ жизни Какие добавки принимать Как правильно питаться Соблюдать режим И так далее И так далее У нас много еще Помимо спортивных мероприятий Очень много семинаров И мастер-классов Проходит Да Именно по диетологии По питанию Нутрициологи выступают Также знаменитые спортсмены В том числе Делятся секретными Поэтому наша цель Это приобщить Именно нас Если посмотреть Программу Она просто невероятно Обширна Всего лишь два дня Мне кажется Что это практически Нереально Осуществить За эти два дня Очень плотно Наверное Все там с 7 утра Во сколько Во сколько уже людям Подходить К 75 павильону Новый ДНХ Скажи пожалуйста Мы начинаем В 10 утра И в субботу И в воскресенье Мое мероприятие В субботу у нас Дет до 8 вечера В воскресенье до 6 И конечно же Мы рекомендуем Всем заранее Планировать свой график Мы заранее Вывешиваем программу И даже делаем Триггерные рассылки Для посетителей Исходя из тех интересов Которые они указывают При покупке билета Например Если кто-то говорит Что мне интересен Пауэрлифтинг Силовые дисциплины То мы их уже ведем По этим блокам По силовым дисциплинам По соответствующим семинарам Ну это потрясающе Кирилл Можно я тебя попрошу Подвинуть поближе Микрофон Кате Я пока Хочу спросить Но в первую очередь Вот о чем Фестиваль проходит Уже в пятый раз А в чем отличие Именно этого фестиваля Который в этом году состоится У предыдущих Есть ли какие-то новые Может быть там Виды, не знаю Выставки Какие-то идеи Которые вы воплотили в жизнь Прежде всего Конечно же в масштабах Ежегодно мы растем В этом году У нас уже 18 тысяч Квадратных метров Конечно мы прибавляем Каждый год Какие-то новые Спортивные дисциплины В этом году Очень модная Модная дисциплина Скажем так Ее уже вывели В реестр официальных Это киберспорт Также у нас появился Гольф И виртуальный гольф То есть уже такие Дисциплины На более узкую аудиторию Рассчитаны Ну и Если говорить О посетителях То как я уже сказала Мы выходим в массы И спортсмены Они уже к нам Приходят ежегодно А люди Которые просто Практикуют здоровый Образ жизни Наша задача Стояла в этом году Привлечь их Какими-то методами Которые мы ранее Не использовали Например Поэтому В этом году Мы выбрали Как амбассадора Такого Для нас Актера из «Загребристолов» Автора Бьернсона Который впервые Приезжает в Россию Это вообще первый раз Когда актер из «Загребристолов» Приезжает в Россию И мы Подумали Что все-таки Он Будет таким Неким проводником Между вот Огромной аудиторией Киноманов Которые в принципе Практикуют здоровый образ жизни В эфире телевизора Соответственно Он будет интересен Как и нашей аудитории Так и новой Которые уже поделятся Между собой Каким-то опытом И прочувствуют Вот эту атмосферу Всю эйфорию Спортивного фестиваля Катя, а ты в спорте давно? Я спортом не занималась Не занимаешься с этим? Нет времени Потому что Или это какая-то Такая принципиальная позиция? Нет, это не принципиальная позиция Конечно же В детстве я вообще Спорт не любила Но А как жизнь-то видишь? С возрастом пришлось Заниматься Да, поскольку я общаюсь С такими людьми Конечно, они меня мотивируют Да, я вижу Когда приходит Кирилл У него Конечно Рельеф все более и более точенный Да, и такие же ребята Как у нас сейчас Все мужчины побежали к зеркалу Посмотрели на себя Да, я думаю, что С завтрашнего дня Та половина, которая не занималась Спортом активно начнет это делать Ну и конечно Чтобы быть активными Да, действительно Мы должны Заниматься спортом И соблюдать здоровый образ жизни И некий режим Это такой Мастхэв сейчас Ну, то есть Ты больше такой спортсмен-теоретик Получаешься, да? Я любитель Время от времени Да Я так понимаю Кирилл, а в твоей жизни Спорт появился когда? Именно тягу к спорту Привили мне еще с детства Это правильный пример В виде отца, брата Которые всегда себя держали в форме Но они не профессиональные спортсмены Нет, это по утрам отжимания Там, все этот пресс Вот это То есть я видел это каждое утро Там, когда просыпался Там, начиная с садика Там, заканчивая школой То есть Я так полагаю Что это Правильный пример Именно с детства Он Это самая основа Которая заложит будущее Потому что спорт Это огромная часть жизни, конечно Но это не вся жизнь Но Спорт формирует именно характер И дисциплины И все эти ребята Все, кто приходят на выставку Находят что-то для себя Там Не обязательно это наш спорт Может быть Это какой-то будет фитнес Это даже киберспорт Как нам сказала Катя То есть В чем прелесть Именно масштабной выставки То, что каждый Даже хотя бы Купить себе Какую-нибудь Классную маечку Спортивную Фитнес Это тоже Я знаю Возможно будет На этой выставке Конечно Уже причастность Какая-то к спорту Человек будет Смотреть на маечку И думать Надо пойти Надо пойти Выгулять эту маечку Где-нибудь В хорошем тренажерном зале Ну а соревнования В твоей жизни Когда начались? Первые соревнования У меня были в 15 лет То есть Я три месяца Прозанимался как раз Пауэрлифтингом Пришел Выступил Ты понял Что Это твое Есть задатки Друзья Мы продолжим Общаться с нашими гостями Оставайтесь пожалуйста С нами И никуда не девайтесь Прервемся совсем ненадолго Телерадиоканал Страна ФМ Программа Лучшее в стране Продолжается программа Друзья Напомню Что нас с вами Ожидает Очень Очень огромное Такое Спортивное Мероприятие В столице Целых два дня Будет проходить Пятый международный фестиваль Спорт и здорового образа жизни SNPRO Экспо Форум 2017 У нас в гостях Сегодня Создатели и директор Оргкомитета SNPRO Екатерина Скачек И президент и основатель Всемирной Безэкипировочной Федерации Пауэрлифтинга Кирилл Сарчев Мы продолжаем С вами разговаривать Кать Вопрос вот такой Какое количество Может вместить в себя Этот фестиваль Я имею ввиду Ведь там Тысячи участников Только А если еще и желающие И просто Посетить это мероприятие Посмотреть Поглазеть Походить Почувствовать Подышать Этим В прошлом году У нас за два дня Прошло 48 тысяч Посетителей Понятно Что это не единовременная Вместимость Конечно же Потому что Мы стараемся Расписание мероприятия Выстроить таким образом Чтобы люди Циркулировали Именно по интересам Чтобы не было давки Но к сожалению Ее не избежать Потому что В Москве На сегодня Нет такой площадки Которая может Переварить Такое большое количество Людей Поэтому приходится Конечно регулировать Потоки Непосредственно Расписание мероприятий Конечно Мы растем Конечно растет интерес К спорту И к здоровому образу жизни В стране Что не может не радовать У нас расширяется И программа мероприятия И по интересам Посетителей Мы тоже расширяемся То есть у нас есть Отдельный блок В этом году Который посвящен Именно здоровому образу жизни И велнес То есть не только для тех Кто хоть как-то Занимается спортом А даже Для тех девочек Которые сидят На правильном питании На диетах Которые хотят послушать Каких-то Знаменитых представителей Блогосферы Или Диетологов Например То есть для них Даже есть у нас Отдельный зал Но и по части спортсменов Конечно Тоже растет аудитория Ребята С кем мы сотрудничаем Большой вклад Вносят в развитие Своих дисциплин Вот на примере Кирилла Можем сказать У него в прошлом году Только на его Чемпионат По пауэрлифтингу Было 1800 заявок В этом году Кирилл только что Сказал Что уже 2100 А у нас еще впереди Чуть меньше чем Три недели Но все равно Мы будем принимать заявки Поэтому представьте Как растет интерес Даже к профессиональному Да Это же выходные 28 и 29 октября Это как раз Это самое возможность Когда можно взять С собой детей И на целый день Отправиться Вот отсюда Такое количество Будет у вас И посещений И количество людей Во сколько Начинаются соревнования Кирилл В вашей федерации У нас все так же С 10 Потому что И растягивается На целый день Так же до вечера Потому что будет Плотная борьба То есть у нас Два дня проходит Один день Это троеборья Где три упражнения То есть приседания Жим лежа И становая тяга И все это В совокупности В сумме Поднятые за три упражнения Там получается сумма Тоннаж Так сказать По которому Вы является победитель И следующий день Это жим лежа И становая тяга Отдельные Как отдельные движения А для того Чтобы посетить Вот соревнования Кати И другие мероприятия Один билет Необходимо покупать Человеку Или на каждую Отдельную историю В прошлом году Покупали отдельный билет На каждый чемпионат Но в этом году Мы решили все-таки Что пусть чемпионаты Все будут бесплатными Для того Чтобы люди могли Заглянуть Посмотреть Что это Если им интересно Остаться И познакомиться С той дисциплиной Которую они раньше Не знали И сейчас И сейчас В этом году Конечно Все чемпионаты У нас в рамках Одного билета Ну это здорово А что касается детей Вы как-то их интересы Учли? Конечно Мы учитываем У нас есть аниматоры И много разных шоу И мы декорируем площадку Тоже Разными шариками И так далее И вот планируем Детскую зону Тоже делать Потому что Да Как вы сказали Люди приходят с семьей И часто с маленькими детками Если фестиваль спорта Посвящен Здоровому образу жизни Правильно ли я понимаю Что вся история Там с перекусом С обедом И так далее Она тоже будет Связана исключительно Со здоровым питанием Да У нас Вот как я сказала Есть зона Доши Велнес Где будут представлены Практически все сервисы По доставке здоровой еды В Москве Они будут презентовать Свою продукцию Многие будут давать Бесплатно попробовать Тоже некая традиция СНПРО такая И люди приходят И бесплатно дегустируют Как спортивное питание Какие-то добавки Так и Правильное питание И здоровую пищу Ну и конечно Можно будет приобрести Для себя И взять с собой Что-то Да Это очень здорово Я хотела спросить Кирилл Кирилл А ты предпочитаешь Вот какое-то специальное Спортивное питание Или у тебя Домашняя кухня Это Москва Тут по-всякому Приходится питаться В зависимости От загруженности дня Стараюсь просто Кушать чисто И все А где и как Это уже Тут не угадать Катя А ты Спортивное питание Какое-то Употребляешь Или во всяком случае Хотя бы То, что предлагают Вот эти вот Всякие фитнес Истории Конечно Употребляю Потому что С пищей Мы даже не получаем Такое количество полезных элементов Которые необходимы Которые необходимы Нашему организму Для нормального функционирования Для поддержания Должного уровня Энергии Конечно Приходится употреблять Как для занятий спортом Так и в принципе В обычной жизни Очень много витаминов И минералов Потому что Если мы покупаем Витамины в аптеке Там дозировки Достаточно слабенькие В спортивных витаминах Они Очень большие И если пересчитывать На количество Необходимых ингредиентов То дешевле Будет покупать Спортивные витамины Я хочу спросить Катя Вот такой Вопрос тебе задать Очень важный Как тебе удается Скажи пожалуйста Держать себя под контролем Вот такое количество Мероприятий Которые запланированы Эти два дня Ты же Директор Оргкомитета СНПРО Я так понимаю Что на твоих плечах Рубких лежит Невероятное количество Вообще задач Планов Целей Ответственности И так далее Как ты с этим справляешься Тебе кстати не скажут Что ты такая Измученная очень Ну я хочу сказать Что мне наверное Повезло с партнерами И вот это партнерство Оно проверяется Там не одним годом И не одним разом Сотрудничество С такими людьми Как Кирилл И еще Я так понимаю Что вот Кирилл Он полностью Ответственен за площадку За чемпионат За проведение мероприятий Да Слава богу Уже Каким-то определенным опытом У нас выработался И например Кириллу Я полностью могу доверить Его зону Полторы тысячи квадратных метров За которые я абсолютно Спокойно Он полностью учитывает Все правила И требования площадки Он организует логистику Отвечает за спортивную составляющую Даже шоу программу Я ему передаю Под его контроль Кирилл А что касается соревнований В вашей федерации Кто в основном приходит на них Это вот люди Которые профессионально занимаются спортом Что вот удивительно Именно В прошлом году На СНПРО К нам очень-очень-очень Много народу пришло Которые Именно к нашему спорту Вообще никакого отношения не имеют Ну это же видно сразу Да Кто имеет А кто не имеет Полная трибуна была Очень много народу стояло Просто стояло Просто было интересно И люди не уходили От и до просто И настолько их зрелище заворожило Что пишут Уходят То есть для людей праздник То есть Вообще в принципе Вся выставка Это как один большой Огромный праздник То есть у кого-то праздник В году Самое главное Это Новый год А у нас ориентир Это СНПРО Вот у нас он проходит Такой фестиваль Такой вот праздник Где все собираются Все друзья С разных городов С разных стран У нас все равно близкие По духу люди Да С разных стран То есть такое единство Такое вот И вот это чувство праздника Оно заплевает даже Новый год Потому что Новый год уже проходит Видовой день Какие слова Ну это прямо У меня даже мурашки И самое Мне кажется Очень хорошее в этой истории То что это абсолютно Семейная история Приходить могут абсолютно С самыми маленькими детишками Которые уже вот Могут даже побегать И посмотреть Друзья Мы прервемся Ненадолго Оставайтесь с нами Продолжим общение Да не просто Азоровское великолепное Друзья А потрясающее Просто масштабнейшее Спортивное мероприятие Пройдет в столице 28-29 октября На ВДНХ 75-й павильон Запомните пожалуйста Ну и услышите Хотя бы Если вдруг еще не слышали СНПРО Экспо Форум 2017 Это уже Пятый в этом году По счету Международный фестиваль Спорта И здорового образа Жизни Практически весь Земной шар Я так понимаю Будет представлен На этом фестивале Вот Кирилл сказал нам Что на соревнованиях Будут 32 страны Катенька А у вас В целом Если так По всему фестивалю У нас По экспонентам У нас же выставка еще И в прошлом году Из 29 стран Были представлены бренды Это спортивная одежда Это какие-то технологии В спорте Оборудование Оборудование Да Витамины Гаджеты И так далее В этом году Если честно Я еще не считала Но я надеюсь Что мы Кирилла переплюнем С его цифрой 32 Мы же часть выставки В любом случае Уже к 32 Идет Плюсование Я хочу Приглашать всех Пользуюсь случаем Конечно На этот фестиваль И пока еще есть Такая возможность Билеты есть в продаже Где и как их можно Уже сейчас Приобрести Заказать Чтобы быть спокойным И 28-го Отправиться всей семьей На фестиваль Билеты продаются У нас на сайте SNPRODEFISEXPO.COM А также их можно Приобрести В концертно-театральных Кассах города Кассиру Портерру По номиналу И так далее Для тех Кто боится покупать онлайн Что касается Мастер-классов Какие На ваш Любопытное Наиболее Какие стоит Обязательно посетить В этом году Мы добавили Такой мастер-класс Как гоночный симулятор То есть там Знаменитые гонщики Будут именно На такой машинке Как симулятор Настоящей гоночной машины Машины Преподавать мастер-класс Как взрослым Так и деткам То есть каждый Может себя почувствовать В роли настоящего гонщика И будут Разные Виртуальные Виды спорта Как виртуальный гольф Например Киберспортивное направление Представленное Я думаю Что это интересно Но так Практически По всем дисциплинам Конечно будут Мастер-классы И опять же Призываю всех Заранее смотреть Программу И выбирать все-таки По интересам Потому что Некоторым интересны Силовые виды спорта А девочкам Например йога Или зумба Может быть интересно Катя Ну наверняка Ну наверняка Уже вы думаете О том Смотрите вперед Бежите Да здесь уже все понятно Организованно И теперь нужно Чтобы все прошло Просто потрясающе Без сучка и задоринки Но на следующий год Уже Есть какие-то у вас Идеи Планы Задумки По развитию Фестиваля Если честно У меня Можно сказать Такой целый Чемодан Идеи Нереализованных Еще Из-за того Что И маленькая тележка Да К сожалению Мы сталкиваемся С какими-то Ограничениями Предписаниями Со стороны Площадки Каждый год И на каждый год У нас есть Какой-то Пул идей Которые Просто Отметаются Из-за того Что физически Нельзя реализовать Но Я надеюсь А какая же эта площадка По-хорошему Должна быть Для вас Чтобы вместить Все ваши Чемодан идей И еще два вагона Ну Если смотреть На зарубежные аналоги То там есть площадки Которые По 50 тысяч Квадратных метров И больше Из нескольких Павильонов Где нет ограничений По подвесам Например Для организации Шоу Где прочные Полы Которые Выдерживают Большую нагрузку Например У Кирилла Мы делаем Усиленную сцену Потому что Ребята бросают По 500 килограмм Груз на точку Да И соответственно Не всякий пол Не на каждой площадке В принципе Это выдержит То есть Очень много Технических моментов Еще Которые действительно Нужно учитывать На абсолютно Каждой точке Нашего Ну Один из планов Поделишься Из чемодана Давай достанем Один секрет Какой-нибудь Я имею ввиду На следующий год Что будет нового На фестивале На следующий год Нам бы очень хотелось Вывести в несколько павильонов Уже фестиваль Для того Чтобы разграничить Именно бизнес-аудиторию И обычного посетителя Который приходит Именно на этот фестивальный праздник Потому что В прошлом году Разные цели Задачи у них Конечно Порядка Порядка 11 тысяч человек У нас пришло С бизнес-целями Но к сожалению Они не смогли Все свои Осуществить Планы Встречи И так далее Потому что Очень плотный Трафик на фестивале Мы еще не сказали Катя, Кирилл С вами о том Что будет еще И музыкальная часть В фестивале Это же замечательные артисты Всем известные И МСДО не будет И группа USB Кого еще не назвали Мы, Катя Да, конечно Но резиденты Comedy Club, да? Да, да, да У нас вообще Пять сцен на фестивале У нас есть и фэшн-сцена Где будут проходить Модные показы Есть бизнес-сцена Где будут Презентации франшиз И, кстати Вот прекрасный бренд Black Star Будет презентовать франшизу С своей марки одежды В том числе, да Будет кулинарная сцена С мастер-классами Где тоже Достаточно известные личности Например, кондитер Олег Ильин Это самый лучший Кондитер страны нашей Подтверждает Сказывать о том Как приготовить Вкусные десерты При этом полезные И без калорий И без Это одно из главных мероприятий Которые нужно посетить Обязательно в рамках фестиваля Это 100% Всех своих девушек Отправить именно туда Ну и главная сцена Конечно у нас будет Она будет выполнена В футуристичном стиле Большая, круглая С огромным круглым экраном На ней постоянно будут Проходить какие-то шоу И в завершении каждого дня Мы решили разбавить программу Небольшим концертом Да, у нас будут Президенты комедий-клаб Замечательно Во второй день у нас будет концерт И со звездами Кирилл, я не могу не спросить О дальнейших планах Всемирной Безэкипировочной Федерации Пауэрлифтинга Вот закончится Фестиваль Там пройдет чемпионат Очень серьезное соревнование Дальше что Ждать вам от Федерации Ой, у нас Ланы Наполеоновские На самом деле Если успеем Попробуем С Катей попробуем Посотрудничать В апреле Тоже Мини-фестиваль провести Конечно не такого масштаба Как СНПР Но Немножко другой направленности И Мы очень сильно сейчас Начали развиваться В разных плоскостях Мы уходим от одного Пауэрлифтинга Так И сейчас Будем развивать И силовой экстрим И это главное Что все будет без экипировки Да В том числе Вводим экипировочный дивизион В том числе Вот это правильно То есть Делаем максимальный охват То есть Создаем новые федерации В которые мы будем проводить Со своим видением Будем проводить соревнования Потому что Ну судя по отзыву Мы делаем все правильно Мы делаем все для спортсменов То есть Можно сказать Что девиз федерации Что федерация Сделана спортсменами И для спортсменов То есть Не функционерами У которых Основная цель Это заработок денег А именно Действительно Такие же Благородные Высокие цели Как и у Кати И у всей команды Это Именно популяризация спорта Чтобы нация наша Так сказать Была здоровая И чтобы В любом месте мира У нас Не такие Как сейчас Были стереотипы А то что это Самая красивая И самая здоровая нация Красота Да Это все только Самое лучшее Ребят Но совсем мало времени Я хочу чтобы вы Еще раз пригласили Наверное Всех На фестиваль Буквально Коротко Уважаемые слушатели Обязательно приходите 28 и 29 октября В ДНХА Павильон 75 Прочувствуйте сами Эту атмосферу Атмосферу силы Мощи Спорта Драйва Энергии Мотивируйтесь Даже если вы Не занимаетесь спортом Не ведете здоровый Образ жизни Вы обязательно Получите мотивацию Как минимум На год вперед Поэтому мы вас всех ждем Да Разложится на две части До и после этого мероприятия Кирилл Твое приглашение официально Мое приглашение Будет немножко неофициально Я сделаю более хитро Для тех Кто хочет увидеть Самых красивых Самых Подтянутых девушек Ребята Всех вас ждем Для тех Кому интересно увидеть Абсолютную силу Абсолютные веса Огромные Гнущиеся штанги Кровь Пот Тоже Милости просим Все есть Зрелище Достатки Хлеб и пробники Хлеб бесплатный Тем более Друзья Ну все 28-29 Отправляемся на ВДНХ СНПРОЭКСПО Форум 2017 Я вас благодарю Искренне Катя Кирилл Спасибо большое Будем всегда рады Встречать с вами И увидимся Уже тогда На фестивале Спасибо 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 Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо